Так, я поставила на запись наш вебинар. Давайте представлюсь, кто, если вдруг меня не знает. Меня зовут Татьяна Фурсова. Я партнер компании Global Intellect Service. Уже как 9 месяцев топ-1 по продаже лицензий. То есть реализовала уже, тут написано больше 50, на самом деле уже больше 70 лицензий. Поэтому хотела с вами сегодня как раз поделиться своим опытом, как у меня так получается, почему ежемесячно этот результат подтверждается, и он растет, и растет, и растет, и что нужно для этого делать. Еще вхожу в департамент внедрения компании, участвую в разработке политики по продукту. Знаю, какие у нас сейчас тестируются опции, что будет впереди. Поэтому рекомендую всем стремиться попасть в департамент по внедрению в ЛС-компании. Это тоже моя следующая цель. Ребята, там круто. Так, ну что, поехали. Давайте немножко по регламенту сейчас пройдемся, потому что аудитория набирается, еще люди подключаются, уже больше 70 человек. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат еще раз, что меня хорошо слышно и видно. Прямо буквально несколько плюсиков, и я пойму, что все хорошо. Так, второе. Во время контентной части я прошу не задавать вопросы в чат. Я не буду на них отвечать, не буду отвлекаться на эти вопросы, поэтому прям приберегите их до самого конца. В конце вебинара вас ждет бонус от меня. Конечно, он ждет тех, кто досидит до конца вебинара. Те, кто уйдут пораньше, извините, бонус вам не достанется. Поэтому все вопросы у нас будут в конце. Для себя просто их уже там сразу галочкой пропишите, и в конце уже вебинара я буду эти вопросы читать. Так, ну все, давайте тогда начнем. Я сегодня хочу поделиться с вами чек-листом. То есть я составила для себя определенный чек-лист действий, которые нужно, необходимо делать для того, чтобы результаты по продаже лицензии, они были высокие и повторялись от месяца к месяцу. Так как это наши обонплаты, так как это наши клиенты, и задача у компании есть, чтобы было 25 тысяч клиентов, и у меня есть задача, чтобы мои обонплаты от клиентов, они росли, росли, росли и росли. Поэтому сегодня будет у вас некий чек-лист, прям порядок действий, что нужно делать. И первое, что я рекомендую, особенно для тех, кто недавно в компании, да и для тех, кто давно в компании. Сейчас я чат заблокирую. И для тех, кто давно в компании, это изучить продукт. Прямо моя большая рекомендация. Изучайте периодический продукт. Много проходит обновления. Заходите, смотрите, смотрите вебинары, следите за тем, когда выступает Айрат. Он всегда рассказывает о каких-то обновлениях, о новых фичах, о новых опциях, как все использовать. Поэтому первое, самое главное, вы должны четко знать продукт, которым вы занимаетесь. То есть компетентность здесь она рулит. Если вдруг клиент знает больше, чем вы, то сделки уже не будет. Мне кажется, это всем понятно. Второе, постановка личных целей. Я лично свои цели ставлю на спринт. Спринт – это у нас полгода. Обязательно идет разбивка по месяцам. Каждый месяц у меня прописан в штуках, в тарифах, в долларах, сколько я получу за этот месяц. Все согласно мотивации на моей франшизе. Здесь я тоже очень часто встречаю ошибки от партнеров, которые начинают на франшизе бизнес писать себе результаты с франшизы VIP. Поэтому, если вы вдруг сомневаетесь, сядьте с куратором, разберите еще раз свою франшизу, получится ли у вас на том пакете, на котором вы находитесь, дойти до того результата, который вы хотите себе поставить. То есть здесь бы я прям рекомендовала очень хорошо подумать над этим, потому что я не буду сейчас показывать сравнение между мотивацией на франшизе бизнеса и на франшизе VIP. Мне кажется, она достаточно очевидна, и нужно понимать, что самое дорогое, что у нас есть, это время. И тут получается, что за один и тот же промежуток времени результат на одной франшизе, он в разы больше, чем на другой франшизе. Поэтому здесь просто нужно для себя понять и принять, как вы будете работать. Ну и, наверное, я сегодня еще не раз это скажу, как говорит Вячеслав Ушенин, да, количество денег, которое у нас есть, это равно количеству энергии, которое у нас есть. Поэтому вопрос, насколько вы расширяетесь, насколько вы готовы принимать то количество, которое хотите принимать. Считаем цели. Сейчас я покажу пример. Это были мои цели на первый спринт. Я его считала не от начала спринта, он у меня начался так по своим, скажем, часам. Мне с февраля месяца, я начала его попозже, почему-то мне раньше не проваливалась вся эта математика, я не могла понять долго, зачем нам тарифы лайта. Вроде бы там зарабатываешь немного, всего 10 долларов. Но потом в какой-то определенный момент я сидела и повторяла фразу, опять же, Вячеслава Ушенина, да, что маленькие длинные деньги приводят к большим деньгам. Маленькие деньги приводят к большим деньгам. То есть постоянные небольшие обонплаты, они обязательно приведут к большой сумме. Вот, и поэтому села для себя, рассчитала план на 6 месяцев. Здесь вот прям можно посмотреть. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой месяц. Взяла свою франшизу вид, у меня она не одна, и просто посчитала, что я имею, что я хочу, и как я буду все это дело реализовывать. И подумала, что неплохо было бы, например, в месяц продавать 7 лицензий. Я так еще не делала до этого, я, честно, не понимала, как это сделать, потому что обычно у меня результат был там одна, две, одна, две, три. Три – это прям, наверное, край был. И всегда было стремление, это максимальный тариф, то есть вот прям 900 и все. Вот прям если 900 не берут, то даже на аренду так, скрипя зубами, аренда, ну ладно. А потом до меня все-таки дошла вот эта математика, что и тариф Lite – это, оказывается, вообще кайфовый тариф, потому что можно продавать его массово, много продавать. Тут также действует воронка, то есть клиент с тарифа Lite какая-то часть, достаточно большая, кстати, часть клиентов, они пользуются, потом апгрейдятся до следующего тарифа, до аренды, потом еще на аренде тоже поработают, и потом переходят на 900. Это же вообще прям, мне кажется, самая идеальная картина, да, когда все ступеньки у тебя клиент проходит, а потом еще и партнером становится в конце всей вот этой вот, получается, всей этой истории. Поэтому вот она, простая математика. Здесь нужно к чему подготовиться? Что в первые там 2-3 месяца не ждать сверхрезультаты. То есть нужно быть готовым к тому, что да, деньги будут небольшие, но надо видеть, куда мы идем. То есть вот первый месяц, да, допустим, я рассчитала, что у меня будет 5 аренд, 2 Lite. Это всего лишь за месяц 420 долларов. То есть я не считаю здесь продажи по 900. Второй месяц уже 840. То есть повторяю то, что было, и еще накладывается первый месяц. Конечно, это идеальная картина. Сами понимаете, какие-то клиенты бывают, не проплачивают на второй, на третий месяц. То есть воронка все равно работает, но плюс-минус оно так и будет. Это уже проверено однозначно. Тем более есть клиенты, которые уже на второй, на третий месяц выкупают полностью за 900. Я эти деньги здесь не показываю, но они в любом случае есть. Для примера, с августа по октябрь, да, с августа по середину октября у меня было продано 10 лицензий по 900. Вот только за этот промежуток. И это были те клиенты, которые зашли на лай, на аренду, а потом перешли на 900. Поэтому все реально. Так, идем дальше. Это я просто ознакомительно. Вдруг кого-то замотивирует, кому-то станет интересно, какой же у меня сейчас лично вот мой план, по которому я двигаюсь, да. Сейчас у меня уже несколько другой стоит личный план. Я уже, так скажем, расширилась до определенного состояния. Я уже понимаю, как делать в месяц спокойно там 5, 7, 10 лицензий. 10 – это очень просто. Теперь моя цель – это 20 лицензий в месяц. И для себя математику я тоже расписала, что это 5 аренд и 15 лайтов. Обратите внимание, тариф лайт у меня преобладающий в моей корзине. Я его очень-очень сильно люблю. Он очень простой. И все, и план расписан первый месяц, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Итого у меня за спринт по данной системе работы должно на абонентках накопиться 3300 долларов. Плюсую этот спринт к первому спринту, который я замечательно прошла. И получается, что за год на обонплатах, внимание, только на обонплатах, я не считаю здесь продажи по 900, у меня формируется оклад 406 тысяч рублей. Плюс-минус он будет однозначно такой. Я знаю, что это реально, и я знаю, как это делается. Поэтому считайте, занимайтесь математикой. Не уможете сами, пишите, садитесь к кураторам, открывайте бэк-офис, читайте условия франшизы и вперед. Так, третий момент. Все. Продукты изучили, мотивацию свои посчитали, план себе личный поставили. Дальше нужно определиться со своей экспертностью. Кто вы, чем вы занимаетесь, и нужно обязательно это транслировать. О чем я сейчас говорю? У нас здесь все, кто есть вообще в компании, это люди с каким-то бэкграундом. Уже какой-то опыт есть однозначно. Кто-то профессионал в бьюти-сфере, кто-то профессионал в строительной сфере, кто-то в юридической сфере. Здесь нужно сесть и хорошо подумать, можете ли вы свою прошлую экспертность частично перенести сюда. И как это может друг с другом жить? Например, берем Сабира Хайреддинова. У Сабира свой бизнес. У него в сегменте хорика, у него бар, кафе. И плюс Сабир – партнер компании. Основные клиенты у Сабира, если посмотреть, это как раз клиенты в его аудитории. То есть это кафе, рестораны. Он на своем личном опыте может легко и просто рассказать, как внедрять UDS в бизнес. Все. То есть берет свою экспертность, переносит сюда. Это, наверное, самый такой идеальный, классный вариант. Если вдруг этой экспертности нет, или вы наоборот пришли в данную компанию, чтобы вот прям сжечь мосты, начать все с нуля и полностью погрузиться в эту сферу, то я вам рекомендую просто элементарно хотя бы заявить о себе там в соцсетях, что вы эксперт по системе UDS. И расписать, хотя бы базово какие-то отметочки взять, потому что мы будем говорить сегодня именно про онлайн-продажи, про касания через соцсети. И вы прекрасно понимаете, и вы сами это знаете, что когда вам прилетает хоть какое-то письмо в соцсетях либо в WhatsApp, вы первое, что делаете, это заходите в тот аккаунт и смотрите, а кто вам написал это письмо. И если там за этим аккаунтом нету ничего про то, о чем есть в письме, то есть там я эксперт по диджитализации, а вы открываете аккаунт, а там одни цветы, либо дети, либо кошки, то, извините, контакта не будет. То есть человек не отреагирует, он просто подумает, что ну что-то какой-то спам прилетел. Поэтому обязательно нужно сесть и продумать, где ваша основная экспертность, проработать ее, если нет ее, и транслировать на протяжении всей работы. Данный четвертый пункт, в принципе, исходит из третьего пункта, может и не исходить. Прям очень рекомендую, особенно тем, у кого уже какой-то опыт есть. Определите основные ниши бизнеса, с кем вы будете работать, ваша целевая аудитория. Из чего она может исходить? Первое. Например, вы новичок, у вас вообще еще никакой целевой аудитории нет. Вам обязательно куратор скажет, что садись, спеши в список контактов, кто у тебя есть в окружении, знакомые предприниматели, твои любимые места, друзья-друзей и тому подобное. Как, например, сформировалась моя ниша, моя экспертность? Я из банковской сферы, у меня вообще никакого опыта не было в маркетинге и в работе с косметикой, например. Я могу классно продавать грузовики, все знаю про Volvo, про Scania, про Mercedes. То есть вот про эти машины я могу говорить. Но здесь у меня появилась совершенно другая экспертность, другое направление. Я как новичок села, написала список своих знакомых, своих любимых мест, своих друзей-друзей и начала его отрабатывать. И буквально там первый контакт, куда я пошла, получила отказ. Это было кафе, я им все рассказала, они мне поблагодарили за прекрасную презентацию и сказали, Татьяна, нам неинтересно. Я говорю, ну неинтересно, но может быть в вашем окружении есть, кому это будет интересно. Взяла рекомендацию. Этой рекомендацией оказалась корейская косметика. Вот так, по сути, появилась моя ниша основная. То есть я в этом направлении сделала кейс. Обязательно сделайте кейс. Вот прям, не знаю, там грудью на землю лягте, но пусть у вас обязательно один клиент, это будет прям шикарный кейс, потому что этим кейсом вы будете просто закрывать 80% своих сделок. Таким образом у меня появился кейс. Реально крутой, классный, все его помнят по Крокусу, там обалденные результаты. И все. Я уже понимаю, ага, так, в этом направлении у меня есть мой личный кейс, значит, я могу дальше работать с другими корейскими косметиками. Так у меня появилась данная ниша. И я себя людям презентовала не как эксперт по всем там диджитал инструментам, а я эксперт именно узкий. То есть я занимаюсь только магазинами корейской косметики. То есть здесь уже уровень доверия у клиента совершенно другой, плюс я действительно знала уже определенные там нюансы работы именно этого бизнеса. То есть вот так вот можно, как один из вариантов определения своей ниши. Вариант номер два, можно просто сесть и подумать вообще, а что вам интересно, какие области бизнеса вам интересны. Здесь тоже моя рекомендация, это не тыкать пальцем в небо, не искать каких-то сложных моментов, а сесть, посмотреть на компании, которые есть в приложении, открыть, наверное, там самые такие популярные города, Москва, Питер, Самара, Екатеринбург, и посмотреть, в какой сфере больше всего клиентов. Вот в той сфере, где больше всего клиентов, это значит самые популярные нишевые компании на платформе. Не нужно выдумывать велосипед, не придумывайте, что вы пойдете куда-то и заведете такого клиента, которого никогда на платформе не было. Это будет тяжело. Мы сейчас говорим про объем. Чтобы делать большой объем работы, должна быть простая популярная ниша. Поэтому изучайте, смотрите, какие компании есть. Третье. Кейсы. Если нет своего кейса, нет понимания, куда хотелось бы, в какое направление двинуться, берите, посмотрите все кейсы, которые есть на канале компании, перелопайте их, и найдите для себя то, что вам лично откликается больше всего и в какой бы сфере хотелось бы самому развиваться. И определите для себя именно вот это направление, чтобы клиенту всегда можно было дать готовый кейс для того, чтобы ознакомиться с результатами. Еще. Забыла. Вспомнил. А, нет, все, вспомнила. Как еще определять нишу? Тоже такой важный момент. Если смотреть чуть-чуть наперед, немного в горизонт, расширить свое сознание, определяйте сразу для себя ниши, исходя из того, как вы будете потом кроссить эти компании. То есть, например, у меня, так скажем, центральный ядерный клиент, центровой, это косметика. Корейская, японская косметика, без разницы, вот она, косметика, в основном азиатская. Вот это мой ядерный клиент. Вот, так скажем, центр. И вокруг данного клиента я уже выстраиваю то, что может между собой кросситься, да, там, женская одежда, молодежная. Это бижутерия, украшения, серебро, может быть, золото. Это могут быть какие-нибудь обувь, да, там, все, что вот может понадобиться девочке. Вот девочка пришла за косметикой, она ходит. Почему у меня косметика, это центральный клиент? Потому что количество покупок у клиента, оно достаточно большое. То есть срок жизни клиента в таких компаниях, он достаточно длительный, и возвращаемость клиента очень частая. Поэтому я знаю, что там всегда будет количество чеков достаточно большое. А вот, например, там в магазине обуви количество чеков таким не будет. И я уже, наоборот, выстраиваю вокруг вот этого клиента те компании, которые можно уже потом кроссить. И понятно, что я уже захожу к другим компаниям, там, в том числе с точки зрения кросс-маркетинга. Вот смотрите, вот есть классная компания, мы вам предлагаем посотрудничать по кросс-маркетингу. Как вариант? Обязательно определяйте ниши, исходя из того, как потом вы этих клиентов своих будете женить между собой. Ну, можно так сказать. Я думаю, что здесь все понятно. Так, пятый момент. Анализ клиента. Это прям, не знаю, наиважнейший, наверное, момент, потому что, исходя из этого, формируется как раз коммуникация с клиентом. Я вчера в Инстаграм делала вопрос, да, какие больше всего есть загвоздки в работе с клиентами, какие вопросы в основном волнуют. И практически все там на первом месте была такая проблема, это именно коммуникация с клиентом. Как выстроить коммуникацию с клиентом первичную, чтобы ему было интересно. Вот здесь как раз перед коммуникацией самое важное, это анализ клиента. Заполните определенное досье у меня, я его сейчас покажу, я по каждому клиенту веду чек-лист. То есть у меня нету ничего выдуманного, надуманного, случайного, есть прям четкая система работы анализа клиента. Исходя из этого, я готовлюсь к первому касанию с данным клиентом. Составляю УТП, уникальное торговое предложение, под каждого клиента. То есть у меня нету одного шаблона, который я беру, копирую и там всем рассылаю. Я так уже работала, это неэффективно. Поэтому есть шаблон определенный, да, он есть, но я его корректирую под каждого клиента. Тогда конверсия будет однозначно выше, и я ее сейчас покажу. То есть у меня, в принципе, даже по холодному рынку, если я правильно проанализировала клиента, если от него есть отклик, то конверсия, это один из двух покупает любой тариф. пример. Не знаю, насколько вам сейчас будет видно, достаточно мелко, наверное, да, это скриншот из моей Google формы. Почему Google формы, я сейчас тоже расскажу. То есть у меня есть моя аудитория, это корейская косметика, допустим, да, там корейская, японская косметика. У меня есть анализ клиента, то есть те критерии, по которым я анализирую любой бизнес. Любой бизнес я всегда анализирую в соцсетях. То есть первое, что я делаю, это вот у меня вот наверху идет, оп, перелеснула, название клиента. Дальше идет аккаунт на его Инстаграм, ссылка. Сколько подписчиков, сколько подписок, для чего я все это пишу, для того, чтобы понять, насколько это живой аккаунт. То есть если там подписчиков 10 человек и подписок 5000, то, ну, наверное, может быть, это пока не мой клиент. Поэтому обязательно такие моменты тоже для себя отмечаю. Лайки по последним постам тоже ставлю, потому что, опять же, это говорит об активности аккаунта. Сайт, интернет, магазин. Есть ли об этом информация? Если есть, то тоже прям стараюсь анализировать, либо на какой платформе он написан, либо куда ведет, там топ-линк, инсейлс, либо просто в директ. То есть такие моменты я тоже анализирую. Есть ли в описании адреса магазинов? Это очень важно, потому что, вы понимаете, да, на тарифе лайт можно заводить только один адрес. И если вы, например, это не проанализировали заранее, и клиент хочет тариф лайт, и вы ему продаете тариф лайт, и он после этого всего говорит, стоп, а что это у меня только один адрес? А тут просто вы забыли ему сказать, он мне посмотрел, и произошел определенный казус. Поэтому изначально сразу пишем, сколько адресов, чтобы клиента не вводить в заблуждение, что он данный тариф не сможет там использовать по полной. Есть ли информация о доставке? Как они принимают онлайн-заказы? Есть у них это или нет? Я тоже здесь все прописываю. Там да, нет, доставка просто написано, что там доставка по городу, либо пишите в директ. Активная ссылка, куда она ведет? То есть тоже анализирую и сюда ее вставляю. Может быть, сайт есть у компании, может, там таплинк, ватсап она ведет, никуда не ведет, такое тоже часто. Бывает ее просто, нет и все. Раздел контакты. То есть в Инстаграм, вы знаете, у любого аккаунта, если открыть в телефоне, то справа будет раздел контакты. Открываете его и смотрите, что там есть в контактах. Электронная почта, номер телефона. То есть все вот это я тоже смотрю. И оттуда информацию я сюда переношу в таблицу. Дальше. Анализирую вечные сторис, хайлайты. Что там вообще было? Может быть, какая-то информация о скидках была, о каких-то бонусах, приведи друга, либо коллаборация с другими партнерами. То есть все изучаю, вообще, что клиент ведет по бизнесу. Как он рассказывает о лояльности, как у него это выстроено. Условия доставки. Если у клиента есть доставка, я тоже смотрю, что у него там написано в условиях, как заказать, какие суммы за отправку и тому подобное. То есть все сюда для себя выписывают. Для чего? Я думаю, вы уже начинаете понимать, да? Потом все это в триалке отражают. Есть ли в описании ссылка на профиль владельца? Это очень важно. И это очень часто бывает. А бывает такое, что есть ссылка не только на владельца, а еще написано там создатель. Ссылочка на создателя. И наши бизнесы, еще несколько бизнесов подкреплено. Очень часто бывает, что у собственника какого-то аккаунта этот бизнес, на который вы попали, он не единственный. Поэтому тоже эти отметки для себя ставлю. Бывает это все в одном аккаунте не написано. И я максимально пытаюсь всегда найти информацию про владельца. Если нет прямой ссылки на собственника бизнеса, то обязательно нужно полистать, посмотреть все посты. Скорее всего, процентов там 50, если мы не говорим про какую-то гиперкрупную компанию, а говорим именно про микро-малый бизнес, то, скорее всего, где-то там все равно мелькала информация о том, кто владелец или владелица. Либо бывает следующее. Если вы понимаете, что все время на фотографиях, на видео один и тот же человек, все время, то, скорее всего, это тоже вот и есть тот самый человек, собственник. Так, дальше. Есть ли в постах информация о партнерах? То есть тоже это смотрю, анализирую, партнерились ли с кем-то, были ли какие-то розыгрыши совместные, были ли такие условия, что там приди, купи, мы тебе подарим сертификат там на цветы или еще куда-нибудь. То есть тоже, да, понимаете, для чего я это анализирую. Срок ведения аккаунта. Тоже смотрю. Можно, наверное, самый простой вариант посмотреть срок ведения, это пролистнуть все хайлайты, все вечные сторис, вот прям до самой первой и прям открыть и посмотреть, когда была первая сторис, закреплена в хайлайтов. То есть чтобы там далеко не пролистывать посты, можно зайти туда и посмотреть там. И вот видите, я тоже пишу себе там более трех лет, три года, два года, более двух лет, год. Дальше смотрю, была ли коллаборация с блогерами, именно с блогерами, то есть не с другими компаниями, а приглашали ли какого-то блогера, кто рассказывал о данной компании. Для чего я делаю эту отметку? Для того, чтобы просто на определенном уже подсознательном уровне знать, что возможно в переговорах с данным клиентом я этот вопрос подсвечу, покажу. Вот я заметила, вы работали с блогером, а как вы рассчитали потом эффективность от работы с данным блогером? Ага, никак. Смотрите, у нас есть инструмент для этого, вы источники трафика. Это может работать следующим образом. Когда к вам приходит блогер, вы создаете на него реферальную ссылочку, вы даете ему ссылочку, ставите на него дополнительные баллы, чтобы клиентам было интересно, и блогер, когда снимает у вас свой сториз, подкрепляет для свайпа ссылку, которую вы ему даете, и вы потом четко видите, кто свайпнул по этой ссылке, зарегистрировался, кто дошел до покупки, на какую сумму. То есть все будет круто отражаться. И самое главное, что те клиенты, которые не дошли до покупки, а просто свайпнули и зарегистрировались, они остаются у вас в базе для дальнейшей коммуникации, чтобы догонять уже клиента до покупки. Есть ли информация о скидках при виде друга? То есть тоже смотрю, задумывался ли клиент, или пытался ли он что-то делать, как-то это там в ручном режиме, может быть, какая-то автоматизация есть, за рекомендацию. Есть ли скидка на первый заказ? То есть тоже очень важный момент. Это как раз, скорее всего, будут те самые приветственные баллы. Ну и все. Дальше это просто идет уже моя такая колоночка, стадия сделки. То есть вот вы видите, да, у меня тут прям за последнюю неделю было 4 обращения, то есть 4 клиента, которых я проанализировала, не за неделю. Это были клиенты за 2 дня. Я просто не всегда уже так работаю, потому что уже есть определенный багаж клиентов и рекомендаций очень много. То есть к такому варианту я обращаюсь не всегда уже, но часто с этим работаю. Стадия сделки закрыта, написала, Zoom, триалка оформлена, и вот здесь уже сделка закрыта. Если зеленым, это закрытая сделка. Написала-написала, значит, там еще не было ответа. Важно. Для тех, кто уже, так скажем, в теме, не первый год, может быть не первый месяц работает, уже есть определенные продажи, и хочется больше автоматизации, большего количества клиентов. Вы же понимаете, что вот этот чек-лист можно доверить другому человеку. Ну вот, например, у меня есть дочь, она уже достаточно взрослая, ей 15 лет, она все знает про UDS, она прекрасно понимает, кто мой целевой клиент. Она в курсе, она в теме. И я могу ей спокойно вот эту работу доверять. То есть я один раз ей объяснила, Катя, смотри, вот таблица, я тебе отправляю в Google форму, мы всегда с ней в ВКонтакте, потому что в Google форму можно зайти с любого устройства и там проверить информацию. И я ей говорю, Катя, вот сегодня за день, пожалуйста, проанализируй, вот мне интересны такие-то города. Поищи там клиентов, внеси в таблицу, я потом сяду, посмотрю и начну коммуникацию. Все, все очень просто. Так, следующий пункт. Все, составили чек-лист, проанализировали клиента. У вас есть полная картина уже по клиенту, что у него есть, чего у него нет. И вы понимаете, вот исходя из этого, формируется как раз уникальное ваше предложение для этого клиента. Составление сообщения для коммуникации. Я сейчас просто сюда не подсветила, у меня в данном чек-листе есть второй столбик, это как раз скрипты для определенных клиентов. Они у меня прямо прописаны. Там косметика, кросс-маркетинг, базовые, то есть о чем я говорю, да, базовый скрипт, который я не копирую, не отправляю. Но я его беру всегда за основу. Чтобы там 10 раз не писать, по крайней мере, фразу, что меня зовут Татьяна, я беру уже оттуда готовую форму и начинаю смотреть по клиенту. Ага, так, у него ссылки на интернет-магазин нет, это заказ через Директ. Значит, точно будет важно клиенту показать, что у нас есть интернет-магазин. И главное, что его товар соответствует тому, что это можно продавать в интернете. То есть, опять же, моя целевая аудитория. Все, вот так вот я сажусь, анализирую, и я не выписываю все, что можно рассказать. То есть я не пытаюсь клиенту в одном сообщении донести все 33 инструмента. Есть прям золотое правило в продажах, что клиенту нужно подсвечивать не менее трех и не более пяти опций. То есть вот прям золотая середина, 3-4. Прям 3-4 основные боли. Пишем сообщение. Да, там пример. Ищите имя, пожалуйста. Прям вот моя большая просьба, чтобы это было персонализированное сообщение. Ну, прям проанализируйте аккаунт. Ну, найдите имя владельца, если вы не знаете эту компанию, которую пишете, если это по-холодному. Пишите прям там. Ирина, добрый день. Ждите ответа. Не надо все строчить сразу там. Меня зовут Татьяна. Более трех лет работаю с магазинами корейской косметики. Эмоджи, смайлики тоже обязательно ставьте. Эмоцию определенную нужно передавать. Оформляю для таких бизнесов, да, как ваш интернет-магазин в приложении в виде сайта. Почему я это написала самым первым? У клиента написано все заказы через директ, и ему клиенты отправляют фотографии. С адаптацией под Инстаграм, мобильные телефоны. Все это с системой лояльности и автоматизации по сбору клиентской базы. Следующая строчка очень важная. Давайте пришлю пример, как у вас это может работать. Удобнее в Телеграм или в WhatsApp? То есть я не оставляю вопрос, а давайте я вам пришлю, хотите или нет. Да, там клиент чаще скажет, мне ничего не хочу, у него нет времени, ему некогда. А тут вы просто заканчиваете предложение. Не хотите ли, а, удобнее в Телеграм или в WhatsApp? И у человека в голове совершенно другая картина принятия решения. Он не сидит и думает о том, что надо ему смотреть, не надо. Он сидит и думает, так, где мне удобнее будет, в Телеграме или в WhatsApp? Ну, конечно, в WhatsApp. Он отвечает, ну, давайте в WhatsApp. Все, ваша задача просто сказать, вот этот номер телефона у вас привязан же к WhatsApp, правильно? Все окей, сейчас туда все пришлю. Основная задача, да, кто был у меня на прошлых вебинарах, я перевожу всех клиентов из Директа максимально быстро в мессенджер. Потому что в Директе можно до бесконечности переписываться, не все его быстро читают, второе, туда не подкрепишь всю информацию, которую хочешь подкрепить. Поэтому WhatsApp – это максимально все-таки удобный мессенджер для того, чтобы вести коммуникацию с клиентом и закрывать сделки. Ну и Телеграм. Так, все, установили контакт, получили одобрение от клиента, что ему, да, интересно, и переводим его тут же в диалог в WhatsApp моментально, не через день, не через три часа. Если вы написали, что я вам сейчас напишу в WhatsApp, тут же пишите человеку в WhatsApp и прямо уже без там прелюдий, да, которые были, сразу пишите «Я Татьяна из Инстаграма, мы только сейчас с вами общались». Все, написали и дальше. Через 20 минут я вам пришлю пример, как может данный инструмент, который я вам рассказывала, работать в вашем бизнесе. Если вы человеку уже сказали, и он согласился на то, чтобы посмотреть, как это будет работать у него, потому что бывает, когда клиент говорит «Нет, покажите мне, пожалуйста, какие там в другом виде есть варианты, может быть, человек кейс попросит». Тогда нужно будет кейс отправлять. Но если есть согласие на то, чтобы показать, как это будет работать именно у него, делайте триалку. У вас есть электронная почта, она есть в аккаунте у клиента. Если у вас нет электронной почты, ну, напишите, у вас уже пошла коммуникация, человеку интересно, вы просто у него уточните. А вы можете мне дать свою электронную почту? Все. То есть, я не знаю, я не встречала таких людей, которые бы после вот этой коммуникации уже перешли в WhatsApp и сказали бы «Нет, я не дам свою электронную почту». Даже если человек не дает вам электронную почту, он говорит «Ой, я там, не знаю, не помню, не хочу, давайте так». Ну, возьмите вы его там, номер телефона, поставьте «собакамail.ru», чтобы создать логин. Все. Ваша задача – быстро сделать триалку. Классную, красивую, вкусную, с его логотипом, с его товарами. Обязательно настройте тут же, если мы говорим, да, что мы человека цепанули на интернет-магазин, ну, заведите вы четыре товара красиво. Укажите максимальную информацию, как выбрать доставку, куда будет падать заказ. В оформлении заказа обязательно укажите, что заказ будет падать там в электронную почту клиента, если он дал свою реальную почту. Объясняю, для чего это. Следующим шагом, когда я создаю триалку, я отправляю клиенту ссылку на веб-версию, то есть как он будет выглядеть, вот уже прямо сейчас он может пройти по ссылке и посмотреть без приложения, как выглядит его интернет-магазин. Следующее, я ему делаю короткое видеоэкран, прямо буквально на 30 секунд, там 30-40 секунд, как я в приложении захожу на его страницу, делаю заказ и отправляю ему заказ. И в этот момент, если вы подкрепили его адрес в принятии заказа, ему падает заказ в электронную почту. То есть человек может сразу, нифига себе, блин, а каста не в директе, все это в почту может падать. И вы ему просто отправляете видеоэкраны. А вот вариант номер два. Заказ можно делать не только через веб-версию, не только через сайт, а можно еще делать через мобильное удобное приложение. И смотрите, вот теперь вот так вот падает заказ. Все, дальше пошла коммуникация. Здесь уже все зависит от контекста. Она может либо продолжаться так же. У меня бывают клиенты, с которыми мы не доходим до зума, мы вот этими короткими видео переписываемся. Они все понимают и говорят, о, прикольно, нормально все. Мы все сами поняли. Кидайте нам логин и пароль. Это идеальная ситуация, и мы начнем работать. Конечно, да, здесь моя задача – это максимально человека зацепить, еще больше разжечь интерес и перевести его в зум. Так, делаем сами триал-версию. Это восьмой пункт. Я уже об этом сказала. Призываю прям максимально всех, пожалуйста, делайте триалки сами. Не пересылайте ссылку клиенту. Он потом в ней запутается, зайдет в нее, выйдет и попадет черт знает куда. Поэтому потратьте время, научитесь делать круто триал-версии. Это занимает не больше 15 минут проверенным, даже 10 минут. Так, в мессенджер отправляю то, что я уже говорила. Это ссылка на веб-версию, как его страница выглядит в приложении. Я тоже могу скинуть прям рекомендацию на то, как он выглядит в приложении. Только рекомендацию, пожалуйста, не делайте от себя. То есть все-таки хвостик в рекомендации на приложение ставьте из источников трафика. Объясняю, почему. Если клиент в этот же день вам говорит, я покупаю, мне все нравится, то нарушается уровень рекомендаций. Видеоэкраны. Очень часто делаю видеоэкраны, как все это выглядит. Тут прям моя рекомендация тоже, не делайте только больших видео. То есть есть определенный момент, до минуты все, дальше клиенту будет тяжело смотреть. И после всего этого, если я понимаю, что человек уже готов сам разбираться, я могу отправить логин и пароль от админ панели. Ссылку на админку, ваш логин и пароль можете зайти посмотреть. Дальше договариваемся о дальнейших действиях. То есть моя задача, как я уже говорила, вывести человека в зум на 15 минут. Буквально 15 минут. У меня нет часовых зумов, я клиентов не мучаю, потому что фокус внимания, сейчас там время экономики внимания, 15 минут – это максимум, на что может сейчас пойти там предприниматель в любое время, будь то Новый год, будь то после Нового года, но все остальное уже становится тяжелее. Поэтому я прям так и говорю, у нас с вами будет 15 минут, больше времени я у вас не займу, 15-20 минут. Если вы не до конца понимаете все потребности клиента, то есть, например, сейчас я этим инструментом уже редко пользуюсь, я уже не так часто клиенту отправляю опросник, чтобы он там перед зумом прошел еще дополнительно форму опроса, чтобы мне четко понимать его там потребности. Я уже сейчас, исходя из своей экспертности, с закрытыми глазами практически понимаю, какие боли есть у клиента. Но если вы новичок, если у вас еще нет такого бэкграунда в продажах, то составьте для себя Google форму, короткий опросник для клиента, буквально 10 основных вопросов, и перед зумом отправьте эту Google форму клиенту и скажите, пожалуйста, там, Ирина, у вас это займет не больше одной минуты, заполните там 10 вопросов, они для меня будут очень важными, чтобы я вам четко понимала на зуме, какие вам можно еще показать опции. То есть человек понимает, для чего все это, он сразу понимает, что у него больше минуты это не займет, и поэтому в редком случае кто-то говорит, нет, я не буду. Здесь больше всего будет зависеть от того, насколько вы удобную сделали форму опроса, насколько правильно вы поставили вопросы и ответы на предполагаемые вопросы. То есть о чем я сейчас говорю. Если вы в этом опроснике создаете какие-либо вопросы для клиента, то делайте так, чтобы клиент просто выбирал варианты ответа, а не писал руками, потому что клиент может в это время ехать в автомобиле. Это же частая история, когда ты едешь и еще 10 раз делаешь, там в пробке стоишь. Он может в этот момент там работать со своими клиентами. И поэтому вот эти вот варианты, когда нужно там еще что-то писать, они не рабочие. Он бросит ваш опросник, не заполнит до конца и уйдет с этой страницы. Вот это моя рекомендация по опроснику. После этого, если там заполнен квиз, либо Google форма, даже если она не заполнена, вы просто у клиента можете еще раз уточнить. Я правильно понимаю, что у вас основные задачи, которые сейчас перед вами стоят, это создание интернет-магазина, система лояльности на удержание клиента, удобная система коммуникации, там еще какие-то вариации, да, все зависит от того, как вы проанализировали. Клиент вам говорит, да, это для меня сейчас очень важно. Все. Создаете Zoom, в Zoom не показываете все. Не нужно там подсвечивать, по пять минут рассказывать, что такое обратная связь, для чего она важна. Я тоже это очень часто вижу, когда меня приглашают на трехсторонние встречи в качестве просто зрителя дать обратную связь, когда партнер просто 15 минут рассказывает про оценку качества и начинает приводить там примеры. Вот в Макдональдсе все это очень важно. Экономьте время свое и клиента. У вас клиент поставил задачи определенные перед вами. Вот у него три задачи. Покажите ему эти три задачи. Все остальное можно, опять же, показать потом, да. Либо если вы в ходе презентации понимаете, что ему еще важно узнать, как можно привлекать дополнительно клиента, увеличивать выручку, вы тогда можете, да, подсветить. Смотрите, у нас еще есть вот эта опция и вот эта опция. Еще есть кросс-маркетинг, он тоже дает дополнительный прирост клиентской базы. А еще есть рекомендации, они тоже дают дополнительный прирост клиентской базы. Тогда все это подсвечивает. Но если такой задачи изначально не было, не надо пока про это рассказывать. Основное все. Основные три-четыре пункта. Дальше после зума обязательно договоренности. То есть если клиент вас сразу после зума не спросил, сколько стоит, когда можно начинать работать, то значит вы ему либо что-то не до конца раскрыли, либо он действительно хочет еще потестить, отдаете обязательно логин и пароль. Если уже ранее вы ссылали, еще раз дублируете, прямо в конце зума говорите. Смотрите, это ваша тестовая версия, вот ваш логин, вот ваш пароль. Вы можете еще там 6 дней спокойно пользоваться, задавать мне вопросы. Я с вами буду на связи. Все, прощаемся, прощаемся. Зума рекомендую всегда записывать и после этого отправлять клиенту. Так, я уже начинаю по времени лимит, лимит исчерпывать. Так, дальше у нас идут дни триал-версии. Обязательно все эти дни держим контакт с клиентом. Не пишем клиенту через 6 дней там, Ирина, ну чего, ну как, посмотрели. А Ирина там уже вообще забыла давно, что вы ей прислали, поэтому если вы клиента уж отправили в это путешествие в триал-версию на 7 дней, то поддерживайте его эти 7 дней, задавайте ему вопросы сами. Не ждите, когда клиент вам напишет, там, Татьяна, вы знаете, я тут села вечером, открыла админ-панель, сделала все настройки. Нет, такого не бывает. На следующий день клиенту пишите, там, Ирина, добрый день. Удалось вам вчера зайти в админ-панель? Какие-нибудь настройки поделали? Вопросы есть? Заканчивайте каждую вашу фразу для клиента вопросом, чтобы не было этой риторикой, которая останется без ответа. Все, клиент вам отписался, можно дать, вот тут можно дать паузу один день, но не больше. Все. Так, дальше просто закрываю сделку. Все. Идет триал-версия. Она либо заканчивается, подходит к завершению, либо уже в течение триал-версии мы закрываем сделку. Но если, например, в течение 7 дней у меня сделка не закрыта, то на 5-6 день я клиенту прям пишу, там, Ирина, у вас завтра заканчивается тестовый период, подскажите, какие еще есть вопросы, есть ли вопросы, какой тариф вам пришелся больше по душе, закрываем сделку, да, на каком тарифе остановились. Все. Если есть вопросы, возможно, нужно созвониться с клиентом и еще раз проговорить, насколько там важны сейчас ему определенные опции. Если они в моменте не важны, тогда говорите там, да, хорошо, можете начинать с базового тарифа, тариф лайт, заходите в кабинет и кидайте видео, как делать оплату. То есть оплата должна быть легкой, простой и сделку нужно закрывать. То есть в этом нет ничего ужасного, я просто тоже замечаю, как наши партнеры не закрывают сделки. После закрытия обязательно клиенту договаривались вы на внедрение, не договаривались на внедрение, на каком он у вас тарифе, может быть, он не стал покупать эту опцию, да, я сейчас пропускаю тот момент, если вдруг там говорилось о том, что есть вариант внедрения. План работы дать обязательно клиенту. Это в ваших же интересах, чтобы у него все получилось, он остался на платформе, это обонплата, она только шла, шла и шла. То есть план работы, определенные там действия, один, два, три, четыре, что нужно клиенту делать, обязательно нужно дать. Через неделю после оформления, если, опять же, вы без внедрения, клиент просто взял там аренду либо лайк, обязательно через неделю напишите клиенту, уточните, все ли у него получается, возьмите у него обратную связь, может быть, вопросы есть какие-то, если у вас есть доступ в его админку, зайдите, посмотрите, а транзачит он или нет. Если он не транзачит, тогда тем более нужно написать и спросить там, допустим, «Ирина, у вас какие-то вопросы еще остались? Может быть, что-то неясно? Может быть, не знаете, как оплату провести клиенту в приложении?» Все. То есть ваша задача, чтобы он за этот месяц свой первый на любом тарифе не слился. Дальше, после всего, когда у нас все хорошо проходит, клиент начинает работать, вы видите, что он там в Инстаграм рассказывает, и клиенты у него приходят, и клиентская база пополняется, и транзакции идут, берем рекомендацию, не ждем полгода, не ждем год, буквально месяц прошел, вторую абонентку проплатили, все, у клиента можно брать рекомендацию. Там Ирина, Татьяна, вам все нравится, мне все нравится. Ирина, готовы ли вы меня рекомендовать своим знакомым, у кого тоже есть бизнес? Готово. Следующее, кто заработает, вы или я? Если клиент говорит, мне все это интересно, можно уже здесь рассказывать про партнерку. То есть клиент-партнер, это крутая штука. Все, если он говорит, Татьяна, у меня времени нет вообще этим заниматься, тема классная, я лучше вам передам клиента, то тогда просто берем рекомендацию и работаем дальше. Так, сейчас я включу чат. только я теперь не знаю, как его включить. Вот, я разблокировала чат. Проверьте на всякий случай, напишите кто-нибудь сообщение, хотя бы одно. там поделитесь инсайтами, кому было полезно. Отлично. Так, а теперь переходим как раз к бонусам. Те, кто дошли до конца вебинара, кстати, дошли даже больше, чем в начале были, запись, конечно, будет. В преддверии Нового года хочу вам всем сделать подарок, однозначно. И у меня есть бонус. У меня в эти выходные будет двухдневный, бесплатный интенсив по продажам лицензий. То есть будут дополнительно две ключевые темы. Суббота, воскресенье, а времени будет чуть попозже. То есть ждите информацию, она однозначно будет. Можете пока мне просто написать в Инстаграм. То есть я вам сразу даю работу интенсива. Суббота, это у нас будет день работы с клиентами. Как правильно искать клиента, как работать с холодным рынком, как устанавливать контакт. Второй день, воскресенье, это будут онлайн продажи. То есть как правильно проводить зумы, какие должны быть тексты в переписке и как закрывать сделки. Вот кому это интересно, субботу, воскресенье не лежать на диване, а хорошо поработать, вы можете мне написать сейчас в Инстаграм о том, что хотите на интенсив. Прям берете, пишите в мой Инстаграм. Да, все будет в записи. А теперь давайте вопросы в чат. какие есть сейчас вопросы вот по данной теме. По интенсив-курсу будет отдельная информация от компании. Ждите. Либо можете мне просто написать в Инстаграм, в чат. Сейчас я свой Инстаграм покажу. Если кто-то еще не знает, вот ТВ Фурсова, пишите прям в чат, прям сейчас. В субботу, воскресенье, через один день. Вопросов пока нет. Смотрите, почему я сейчас призываю субботу, воскресенье посвятить тому, чтобы максимально проработать свою компетентность в продаже. Я очень хочу, чтобы у нас за вот эту вот неделю, предновогоднюю, до 31 числа, с сегодняшнего дня ровно неделя на закрытие сделок. Нам нужно выполнить минимум 200 клиентов, чтобы закрыть год в компании очень красиво. То есть у нас сейчас есть определенная цель, мы хотим закрыть год 6 тысяч 0,0,1 клиент. Вот для этого нам сейчас за вот эти дни с вами сейчас в чате у нас 120 человек. Вот если вот эти 120 человек, кто сейчас в чате за эту неделю сделают хотя бы по 2 сделки, по одной даже сделке на, пусть лайтах, без разницы на каком тарифе, то мы выполняем просто одну большую глобальную цель. И очень красиво закрываем 31 число и переходим в 2021 год. Так, теперь вопросы. С моими скриптами, кстати, очень аккуратно. Я не рекомендую прям брать под копирку, нужно анализировать ниши. Скажите, что такое N-Sales? А, N-Sales – это платформа, на которой делают интернет-магазины. У нас с ней есть интеграция. Я люблю иногда поизучать платформы для того, чтобы знать, что потом клиенту отвечать и какие у нас есть преимущества. Сайта, время встречи, 15 минут, чек-лист. Какие вопросы? Опросник. Вопросы для опросника пройдем на выходных. Ролик об оплате писать самому? Да, я пишу сама и прям на примере данного клиента. Чтобы потренироваться по изучению триалки, можно любую форму придумать для регистрации. Чтобы потренироваться на изучение триалки, можно поделать демо-версию. 200-250 лицензий в месяц реализовали? Нет, иду к этому пока расширилась на 20. к получению клиента лид через таргет не настраивала. Пока без таргета замечательно справляюсь. Я знаю, что у нас многие партнеры в компании настраивают таргетированную рекламу, но, ребята, что-то, наверное, не то, потому что в топе почему-то не они. Клиент отработали как надо на триале, он весь в расторге, сказал, как в Албре сходит, но не захотел покупать, так и сказал, что нет времени. Что в данной ситуации? Наталья, нужно рассматривать по времени, где-то нужно иногда клиенту помогать. У меня, например, сейчас для клиентов, которые отвечают перед Новым годом, мы после Нового года, мы после майских праздников, я тоже для них делаю определенные вкусные предложения, чтобы красиво закрыть год. Максимально сейчас, вот эту неделю, нужно закрывать все сделки. То есть, например, мое вкусное предложение, особенно для тех, кто там думает насчет лайка, я прям пишу, ребята, вот только сейчас новогоднее предложение, тариф лайк там 2300 рублей и получаете в подарок готовый тейбл тенд, я его делаю в приложении, забыла, как называется приложение, фотошоп микс, вот, я его там сделаю за полминуты, этот тейбл тенд, вам в подарок готовый тейбл тенд, вам в подарок заполнение прайса там на 10-20 позиций, вам в подарок будет план работы и я вам еще красиво оформлю админ панель, то есть, ваша бонусная карта будет в приложении очень красивая. И прям пишу в конце, на этом вы сэкономите по деньгам там 2-2,5 тысячи рублей, там тейбл тенд, все остальное и плюс около 5-6 часов работы. Все, клиент, нифига себе, она тут за меня еще что-то подделает, круто, давайте, конечно, беру тариф, начинаем работать. Всем, блин, некогда, ну, это вот про тех, кому некогда, да, не нужно переключать клиента, вы работаете с персоналом бизнеса, если нужно работать с персоналом предпринимателя, это уже, скорее всего, внедрение, это, конечно, отдельная плата, да, интересно было бы посмотреть ваши ролики, которые вы отправляете клиентам, да, обычные ролики, вот буквально сегодня отправила клиенту ролик, как в его, на его странице в приложении делать покупку. Зайдите в мой инстаграм, у меня там сейчас ролик, как я покупаю себе доску сапсерфинга. Вот прям этот ролик и был. Так, ну что, вопросов больше нет, я сейчас останавливаю запись. еще раз вас приглашаю, субботу. Дальше.